В республике прошла операция «Внимание велосипедист». В течение недели двухколесный транспорт и его владельцы были в центре особого внимания ГАИ. Главная цель – сократить количество ДТП с участием велосипедистов. Покрутите колесо. Пара горит, да? Вопросы есть? Нет, вопросов никаких нету. Но на всякий случай вот такая вот памятка. У этого велосипедиста с транспортом все в порядке. Есть передние и задние катафоты, велосипед в исправном состоянии. К радости сотрудников Бендерского ГАИ, таких случаев большинство. К правилам дорожного движения и техническому здоровью своих двухколесных машин велосипедисты относятся серьезно. Вот у вас, допустим, я вижу, есть катафот белого цвета впереди, и красного должен быть правильный. Все соответствует. За два часа профилактического рейда госавтоинспекторы встретили семерых велосипедистов. Нарушителями из них оказались только двое. Двигайтесь по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Тем самым создаете помехи для движения общественного транспорта. За данное нарушение предусмотрена ответственность. Включать за собой наложение штрафа в размере пяти расчетных уровней и минимальных заработных вкладов. Оправдываться велосипедист не стал, обещал впредь не нарушать. Тем не менее, штраф в размере 92 рублей оплатить придется. А эта почтенного возраста леди уверяет, нарушала и нарушать будет. По мнению пенсионерки, ехать по полосе, предназначенной для общественного транспорта, удобнее и безопаснее. Маршрутка не трамвай, а въедет. Но это опасно. Позади вас движутся маршрутные транспортные стекла. Это полоса специально для них и предназначена. Я знаю. Они уже привыкли, что я еду. Я всегда еду по краю. И они потихоньку сигналят, если они сзади остаются. С правонарушительницей госавтоинспекторы беседовали долго, требуя изменить вредные привычки. Опасное вождение и пренебрежение ПДД может стоить жизни. В ходе рейдовых мероприятий госавтоинспекторы вручали водителям двухколесного транспорта памятки безопасности. Обязательные инструкции по управлению велосипедом без вредных последствий. Есть вот такие вот брошюры. Здесь указываются правила и условия управления велосипедом. Вот эта вот брошюрка, для того, чтобы вы могли прочитать и оборудовать свое транспортное средство всем необходимым. Хорошо. При импровизированном техосмотре особое внимание наличию светоотражающих устройств, которые делают велосипедисты видимым в сумерках. К слову, в этот раз за отсутствие катафотов госавтоинспекторы не наказывали, но настоятельно рекомендовали их приобрести и установить. Два основных, белый спереди, красный сзади и два оранжевых на колеса. За период операции внимания велосипедист на территории Бендерского гарнизона было выявлено 19 фактов нарушений правил дорожного движения со стороны велосипедистов. Чаще всего это движения по встречной полосе движения и невыполнение требований запрещающих знаков. Правонарушители были привлечены к административной ответственности. Госавтоинспекторы уверяют, подобные профилактические мероприятия продолжатся. Главная цель – сократить количество ДТП с участием велосипедистов. Продолжение следует...